Ребят, всем привет! Не успел выложить ролик к 8 марта, поэтому этот ролик, где все девушки плачут от стихов, специально к 8 марта. Парни, мотайте на ус, что нужно дарить девушкам, чтобы вызывать с них такие замечательные эмоции. У вас очень красивые веснушки. Ой, благодарю, мне очень приятно. Вам часто, наверное, да, это говорят? Говорят, что это куриный помёрт. А так? Нет, вы что? Вы знаете, у нас вот в нашем регионе веснушки, это считается очень красиво у девушки. Ну, я тоже так теперь считаю. Да, и как вас звать? Сколько вам лет? Меня зовут Катя, мне 21, а вам? Катя, ну я лет на 10 старше вас, меня Геннадий звать. Геннадий очень красивый. Да, я вот в Ростовской области живу, у нас здесь очень много девушек с веснушками ходит. Это классно. Да, а вы любите стихи? Да, люблю, конечно. А кого любите? А свои. А вы пишете стихи? Ну, иногда, да, свои. А можно что-то послушать из вашего? Ой, а это надо читать, я записываю заметочки и не учу, к сожалению. А, наизусть не знаете? Я просто, знаете, тоже стихи пишу, но я свои знаю наизусть. Да, вы можете на ходу написать? Ну, на ходу, наверное, тоже могу написать, да. А давайте попробуем. Ну, скажите какое-нибудь тогда слово, давайте попробую. О, давайте солнце. Солнце, оно же, оно как закат, правильно? Или как рассвет? Давайте закат. Закат, хорошо. Давайте подумаем. Вот так, Можа. Когда ты смотришь на закат, Жиг и Сочи, жутко дорогущий, всплывает. Ведь туда лежит твой путь. И всяк с тобой идущий, Припрячет старенький пятак. Из пирса, молотометатель, Метнет его подальше так, Чтоб вновь вернуться к морю. Кстати, Чтоб хоть немного протрезветь, От чувств, сокрытых и глубинных, Я расскажу и про рассвет, Тобой не менее любимый. Когда, устав от новостей, Что рой комет к земле несется, Луна отправится в постель Под одеяло звезд, А солнце едва взойдет над головой И постучится людям в шторы, Ты различишь и голос мой, И взгляд, И силуэт, который пойдет по небу Собирать слова, Которыми, помилуй мне, Как заложнику пера, Удел светить тебе и миру. А я чуть не заплакала. Нормально вы? Это, Я, У меня это мурашки такие, В сладушке спотели. Это очень красиво. Прям вообще. Спасибо, я старался. Как у вас гулка. Вау, Это какие-то пранки у вас тут, да? Немного, да, немного. Вау. А у вас есть, Может, какой-то, я не знаю, В инстаграм, может, вы ведете. Ютуб, конечно. А можно что? Я клянусь, Я такого голоса не слышала. Я клянусь просто. Можно как-то? Можно узнать ваш канал? Да, я Дмитрий Капченко. Вы сейчас как раз на нем. Я хочу вам сказать, Я сейчас, Сейчас, Это прям, Это восхитительно. Правда, Это очень красиво. Я, правда, люблю стихи. Вы прекрасный человек, У вас красивая улыбка. И все, кажется. Я желаю вам хорошего вечера. Спасибо большое. Ну, не расстраивайтесь ни в коем случае. Нет, это на пору, Все хорошо. Вот, ну и пишите обязательно свои стихи. Это хорошая вещь. Здрасьте. Здрасьте. Как у вас? Да, очень, очень приятно. А вас Оксана, да, зовут? Да, а вас? Очень приятно. Меня Гена. Чем вы занимаетесь в ТикТоке? А я стихи читаю в ТикТоке. Да? Да. Хотите, вам стихи почитаю? Давайте мы послушаем. Только тогда выберите. Есенина, давайте. Есенина, давайте тогда. Есенина, разве я немного некрасив? Несмотря в лицо, от страсти млеешь мне на плечи руки опусти. Скольких ты ласкала? Сколько... Сколько... Тру... Ой, что-то интернет затормозил чуть-чуть. Затормозил чуть-чуть интернет. Да. А вы что, не догадались, разве что это я с компьютера включил запись? Я догадалась, но я не думала, что вот у вас. Не, я сам свои стихи немного пишу. Хотите, вам сам какое-то свое стихотворение про любовь прочитаю? Давайте. Я все мечтаю о былом. Чтоб в захолустном городишке, Где по зиме белым-бело Я ощутил себя мальчишкой. И вечерами натощак, Гоня в саду залетных галок, Смотря, как солнце убегало за горизонт себя таща. И чтобы света-кабрикос, Мы воробьями с босотою Ловили блеск девичьих коз. И их дивились красотою. И чтоб грозился кулаком на нас Сосед Иван Савельич За то, что мы нарочно съели Не мамин борщ, а анаком. И чтоб теснила блатота. А я, трусливый, Малахольный, Ходил домой путем окольным. Но зря я, что ли, вот топтал. Темнеет вечер за кордоном, Теплеет в белой кружке чай. Как хорошо мне было дома. Я возвращаюсь, мам. Встречай. Кошмар. Молодец. Ты вообще... Я вас до слез довел? Да. Браво. Это приятно. Поклон. Меня Гена звать? Юля. Юля, очень приятно. Откуда вы? Сколько лет? Из Тюменской области, 15. С Ростовской области, 31. Нормально. Хотите, сыграем в игру? Нет. Блин, жалко, конечно. То есть вы литературу не любите, да? Ну такое, я только стихи пишу. Так я же со стихами хотел и предложить игру. Я читаю вам стихи, а вы пытаетесь угадать, кто их написал. Ой, не-не-не, я сама стихи пишу. А можно послушать, что вы пишете? Я потом тогда свои тоже вам прочитаю в ответ. Хорошо. У меня стихи, они немножко не в рифму идут. Но это даже как-то не стих, я не знаю, что это. Ну, вы поделитесь, а я скажу, нравится, не нравится. Давайте. Это вас подруга обидела, да, когда-то? Да, не так давно, кстати. У меня тоже есть стихотворение про подругу. Хотите, вам прочитаю? Давайте. Называется «Хватит прощать ему все, подруга». Хватит прощать ему все, подруга. Я же помню тебя другой. Той холодной, порывистой вьюгой, Сметающей все пургой. Знаю, сменяется время года. Холод приходит и в наши степи. Но, дорогая, Тебя он продал. Мужество крайней степени. Я знаю, тебе тяжело, Особенно такой влюбчивый. Волосы дыбом и в горле ком. Хватит уже накручивать. Хватит прощать ему все, подруга. Он ведь на деле не стоит слез. Ваши проблемы идут по кругу. Ваши проблемы – туберкулез. Глянь, ты осунулась. Кожа до кости. Джинсы спадают на землю стали. Эта любовь тебя просто косит. Разве нас так воспитали? Хватит прощать все, подруга. Хватит. Ну-ка, вставай, собирай шмотки. Мерь свое самое лучшее платье. Выпьем на пару водки. Вау. Офигеть. У меня просто нет слов. Во-первых, я не ожидала услышать ваш голос. Такой брутальный. Мне слов не хватает просто. Во-вторых, я правда поверила, что вы, ну, такой, как, ну, деревенский, так, дяденька такой, прямо. И не ожидала прямо такой стих услышать. На, смотри, удивляйся дальше. Может быть, это замотивирует тебя дальше стихи писать. Офигеть. Жесть. Что ты хотел? Как ты думаешь, сколько людей тебя сейчас в прямом эфире слушало? АccDUX Офигеть. угадай сколько сейчас человек слушал твои стихи полторы тысячи что такое замечательно послушай это это будет тебе дополнительной мотивации для того чтобы заниматься творчеством ты молодец не плачь причем ты молодец ты знаешь что поэзия это лучший способ излечить свою душу ты через слова можешь избавиться от той боли которая живет внутри тебя я просто не хотела чтобы кто-то это слышал ты зайди посмотри что люди в чате пишут тебе пишут что ты молодец ты умница так и надо держать все здесь поддерживают давай 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 все нормально выдыхай выдыхай бобер все хорошо так что смотри зайдешь в чат почитаешь какие добрые слова тебе здесь люди пишут вдохновишься этим и будешь дальше писать обещаешь смотри вот смотрите полторы тысячи человек свидетеля что ты пообещала и обещаю ну я может как нибудь приеду в тюмень с концертом так что следи за обновлениями давай обязательно пиши пиши у тебя все получится хорошо ой здравствуйте меня геннадий зовут очень приятно но вы знаете в чат рулетки сюда одни насти попадаются без остановки только насти и насти и ничего с этим не поделаешь да а вы чё тут интересного в чат рулетки делаете а я я зашел в чат рулетку поделиться творчеством что случилось ой мои соболезнования примите афи примите мои соболезнования я сочувствую вашей утрате хотите хотите я вам по прочитаю стихотворение на эту тему да да называется называется любить и помнить стихотворение вот ну тогда вот вот прочитаю люблю взбираться на вершину и любоваться на закат на высоте в пятьсот торшинов наедине остаться рад а жаль они не понимают зачем сюда я прихожу ведь подойдя к обрыва краю я о тебе стихи пишу и сидя на краю надежды смотрю на город свой родной в порыве ветра все как прежде хочу услышать голос твой в закаток красках растворяюсь они ведь как твои глаза и я признаться не стесняюсь что по щеке бежит слеза мне говорят что время лечит но ведь прошло немало лет как поступить что было легче любить и помнить вот ответ я очень надеюсь что поэзия поможет вам легче пережить то с чем вас столкнул судьба потому что поэзия так или иначе она лечит душу и я очень надеюсь что ваши души она тоже сможет вылечить хорошо это это очень приятно спасибо большое я вот вам ссылочку на youtube канал свой скину подпишитесь обязательно а сейчас можно сфоткать да слушать вот меня сейчас смотрит две с половиной тысячи человек в онлайне и но тут на и браками вы просто покорили вы просто покорили мой чат просто покорили мой чат вышел в больнице лежите а хотите я вам для настроения прочитаю какой-нибудь выздоровительное стихотворение а ну а как как вас звать в каком городе лежите хотя бы скажите северодвинск это где-то в сибири до далеко о подел понятно слушайте прикольно сколько вам лет настя 13 давайте знаете какое вам стихотворение прочитаю такое мотивационное чтобы у вас этот ну настроение поднялось а и быстрее вы скорее выздоровели стихотворение называется путь если выбрал свой путь иди никогда никого не слушай только знай что на том пути тяжелее чем рыбе на суше никогда не смотри назад сквозь ошибки потери и пробы ты дорогу свою прогрызай расчищая зубами сугробы если выбрал свой путь иди и рискуй было не было когда станет не в муч впереди лишь сильнее закусил дела и шагая вдохновленной идеей покорять окружение карпаты говоришь недостаточно денег не зависит от них результат если выбрал свой путь иди перестань искать отговорки но запомни доходит один пассажиры все только портят я в шоке да это хорошо же а что такое вы плачете что ли а почему вы плачете что случилось ну ладно 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 все 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 не надо плакать чего ты что такое почему ты расплакалась смотри давай чтобы ты не плакала пусть кто там с тобой рядом подруга сидит зайдет на youtube и посмотрит сколько тебе там сердечек чате накидывают давай там тебя все поддерживают желают тебе скорейшего выздоровления зайди зайди посмотри пусть кто есть кто-то рядом с телефоном пусть зайдут прямой эфир на youtube нету никого ну что такое мы желаем тебе скорейшего выздоровления ты очень милая и зайди еще раз посмотри как тебя поддерживают люди чтобы ты скорее выздоровела здравствуйте здравствуйте меня звать геннадий как вас а меня звать меня евдокия евдокия очень приятно слушайте очень русское народное имя это очень приятно хотите 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 с вами поиграем в игру давай вы придумаете какое-нибудь слово да только без матов а а я на это слово придумаю стих только ну только не матерная же да какое кошка кошка прикольно давайте давайте попробуем и что-нибудь придумать тебе нравится с ним играть чесать ее за ушком слушать как она мурлычет каждое утро он мордочкой тычет в щеку твою да встаю я встаю идешь умываться его оставляя в кровати он за тобой попитам а ты ему хватит оставь меня хоть ненадолго в покое а в этой квартире вас всего двое кем же еще ему любоваться кто же всегда так прекрасен с утра еще ведь не понял он как ты хитрая хвостом повиляв он бежит умываться тебе нравится с ним играть дергать за ниточку которой привязан бантик он у тебя прирожденный романтик и джентльмен только пойман и в плен а у тебя ни любви ни тоски ни жалости этот спектакль мелкие шалости ты бантик повыше чтоб он не достал а ведь ради тебя он в любые места ради тебя за окно в непогоду и под колеса и даже в воду которую он с самого детства боится угораздило все же его так влюбиться а тебе по-прежнему нравится эта игра она приводит в тотальный восторг а если поеду на дальний восток поедешь за мной дура хоть холод, хоть зной, хоть во время цунами, тайфуна, торнадо он лапы сотрет, но окажется рядом только б еще раз очнуться у ног а сколько ведь раз ты гнала за пару а сколько ведь раз обижала зазря никто не разделит судьбу божьей твари если зачахнет, другого подарят людям нет дел до простого зверя только не знают, что кот этот я она расплакается я вижу тебе что котика подавить? я ты что платишь? а что у тебя сначала с голосом было? я не плачь зайди на ютуб, посмотри сколько тебе сердечек в чате тут накидывают не надо плакать вот видишь, сразу улыбаться стало мы что, в ютубе? вы в ютубе, да весело зайди да мама, она не плачь в общем, круто давайте, не плачь, Ява, хорошего вам вечера спасибо стихи пишут? да, как вы догадались по вам, верно спасибо прочитайте, пожалуйста что-нибудь на какую тему вам прочитать? а какие у вас есть темы? про любовь есть? ну, я недавно как раз развелся с женой вот, у меня есть несколько грустных стихотворений любви а еще пишут, ну, про природу, про город, вот такие можете, пожалуйста, про любовь? вам про грустную любовь или про веселую любовь какую? про грустную, пускай ну, давайте про грустную или не хотите, давайте, если не хотите ну, давайте про грустную, ладно стихотворение называется Я прощаюсь с тобой я прощаюсь с тобой прощаюсь за поймы мои не держись я любить тебя не обещаю, но запомню на целую жизнь зеркала не затянуты черным, это просто наш новый этап у тебя он вполне предреченный у меня разберусь я и так поболит, покоробит, излечит и наступит внутри пустота ты хотела ходить в подвенечном я хотел никому, никогда переписана новая рифма переделаны планы на год как эпоха ты неповторима но имеешь конечный исход боже мой у меня аж мурашки по коже вы большой молодец вот такое почему вы так голос меняете? а вы что, заплакали, что ли? ну так, да, грустно стало ну я читаю просто вот так, таким голосом у вас очень такой красивый голос, правда вам Зигдером надо быть а вы где-то снимаете? я на ютуб снимаю, да я вас где-то видела скорее всего, да вы прям укладываете, да? да, да боже так что можете подписаться, скоро вас добавим на ютуб ого ну давайте подпишемся скажите, пожалуйста, канал канал называется Дмитрий Кравченко ой, так вы вообще известный обалдеть обалдеть, да обалдеть я в шоке ну так что вы скоро окажетесь на ютубе божечки я правда хочу вам пожелать всего хорошего идите дальше к своей цели у вас все получится и уже получается очень хорошо спасибо большое дальше больше, молодцы тысячи подписчиков у тебя что она говорит? 624 тысячи подписчиков да, есть такое обалдеть всего хорошего вам правда очень хорошие молодцы спасибо девчат всего доброго победителя с четверостиши мы определим в следующем ролике а в этом напишите, пожалуйста какое из стихотворений вы прочитали своей девушке на 8 марта или же девушке напишите, какое стихотворение вам прочитали на 8 марта а если ничего не читали то напишите в комментариях какое бы хотели чтобы вам прочитали то напишите